Добрый день дорогие севастопольцы, добрый день Сергей Анатольевич Бенали. Здравствуйте, здравствуйте, персонально. Традиционно в серии передачи поднимаем всякие злободневные вопросы, которые вот у нас интересуются граждане и многие граждане задают вопрос. Вы работали на заводе Серго Орженикидза? Серго. Работали в молодости сварщиком, да? Да, сварщиком, юношеский год, после армии женился там, где ребенка страховал на свадьбу на 18-летие, а все улетело. Все там было, да? А вы, если вы там работали, вы знаете директоров заводов, которые там были? Павел Евгеньевич, хотя бы одного назовите. Ну, как ни странно, я вам скажу, я заслал еще Подбельцев, был директором, да, генеральный директор завода Женикидза. Питак. Значит, он такой классный дядечка был, простой, ходил в простом костюме всегда, ходил по цехам, руки за спину, здоровался, ну, простой был такой, офигенный. После него был главный инженер, который при нем был чреватый, ну, тот больше интеллигант. Который построил Комарова дом. Да, 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 который деребанил завод. Потом Питак был. Не было там такого. Питака не было? Не было. Что-то путаю. Ни Питака, ни Десятика не было. Не было. Ну, хорошо. Да, я в 1990 году уволился, в 89-м, в декабре, да, в декабре я уволился, 89-го года и уехал на Севера. Можно было работать, потому что здесь все начало? Мегазопровод. Нет, не то, что начало, там просто случилось так, что я был инициатором проведения собрания, как раз чреватый был, пригласил туда чреватого на собрание в цех. А вы же были комсомольцем, да? Был, конечно. Секретарем комсомольской организации не были, не были. В профсоюзе был, отвечал за, ой, забыл, как это называлось, там, за культурно-массовые мероприятия. А в Ржанкидзе проработал сварщиком, последний мой кран, и вообще, последний кран, который вышел, плавкран, с завода Ржанкидзе, это был Севастополец-3. Это была новая технология, выдвижная стрела. Какая грузоподъемность? Я не помню грузоподъемность, честно скажу. Более 100 тысяч тонн. Палагенч, я не помню. Да, 100 тонн. Я не помню, сколько какая была, это единственный плавкран, где выдвигалась стрела, выдвижная стрела была. А так как я работал на верхнем строении, это мы варили, наша бригада варила башню, варила стрелу, и мы тогда как раз вот эта стрела, этот, в Севастополе-3 бронированную сталь варили. Я помню, когда удивлялся, швы такие классные были, а тут бронированная сталь и швы страшные, потому что металл тек. Ага, ну да, уже там другая плодность металла. Да, да, да. Поэтому как бы вот это вот. И скажу честно, я горжусь до сих пор и гордился всегда, что работал на этом заводе, гордился то, что в бригаде там работал, потому что непосредственно то, что я сегодня себе представляю, к этому имеет отношение и бригада, ну и естественно завод. Которые были воспитаны. Ну я кстати тоже работал на этом же заводе, я там кузню строил, кузнечный цех. Я еще был нештатным тренером сборной завода по Гребле. Поэтому многих знал. Сергей Анатольевич, ну вот какова сегодня судьба этого завода? Павел Евгеньевич, у нас с завода судьба уже давно печальна, с 90-х годов, тогда как пошли превозиционные чеки, стали увольнять людей, рабочих. Но на сегодняшний день мы знаете, вы знаете, что мы боремся за собственность города, потому что негодяи продают и всю собственную землю. Оптом и в розницу. Да, такое впечатление, что у них агония, они уже живут сегодня или доживают свой век. Но меня возмутило, я попросил вас поднять этот вопрос. Статья, которую я прочитал, размещена на телеграм-канале многоуважаемого губернатора Севастополя, законно избранного, за которого больше пол Севастополя проголосовало. Вот так, двумя руками. Да, 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 да. Что осенью 2024 года на Севастопольском морском заводе имени Сергея Женкидзе начнут строить корабли. Вот. И то, что я сегодня, не я, он, разложав, услышал и увидел, говорит о том, что в Севастополе мы начнем вновь строить корабли. Прежде всего зерновозы-балкеры от 40 до 60 тысяч тонн, по которым уже есть реальные проекты. О перспективе может быть и больше, заявил он по итогам встречи с гендиректором Объединенной строительной корпорации Александром Рахмановым. По словам разложа, у ОСК есть понимание, откуда возьмутся ресурсы на модернизацию и покупку необходимого оборудования. Я думаю, все понимают, как это важно для города. Это и новые рабочие места, и новая жизнь севморозавода, развитие блока конструкторского цифровой технологии придут к кораблестроению, отметил губернатор. Ну, знаете что? Я скажу, что я думаю, что я понимаю. Не то, что он думает, что все понимают. Я скажу то, что я думаю и что понимаю, и как важно для города, чтобы жители города Севастополя, и севастопольцы, в частности, особенно те, кто работал на заводах и в заводе Женикидзе, понимали, что это все... Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Почему я сейчас обосную? Значит, вы знаете великолепно, что мы боремся уже давно против этой яхтенной марины не только в Балаклаве, но и здесь в Южной Бухте. Мы знаем перспективы, которые они себе нарисовали. Эти молодые технократы, которые никогда не работали на заводе, не знают, что такое хозяйственная и производственная деятельность. Даже вот в этом то, что он пишет здесь, ну он пишет, человек далек вообще, я не знаю, кто он там по образованию историк, по-моему, да? Историк, да. Но в случае к заводу и кораблестроению он далек. Более того, у меня возникает вопрос, у нас что, такая большая потребность в этих зерновых балкерах? Да. Более того, я хочу, чтобы все знали, что, ну кто не знает, что на заводе имени Сергея Женикидзе три сухих дока. И если сейчас хоть один док разрушится, разрушат целенаправленные, у меня есть основания предполагать, что они это и планируют, уже никто не построит такого качества, как оно было. Как оно построили в начале века прошлого. Это очень качественные сухие блоки, доки, извиняюсь. Более того, да, там оборудование нужно, во-первых, стапеля все уничтожены. Мы, я когда выходил в армию, строили девятый цех в Ангермане, это строили для сборки понтона, чтобы понтоны собирались там, потом приходили в первый цех и там уже верхнее строение строили. Я так понимаю, что они совместно, совместно уже поделили завод. Я не удивлюсь, если они завтра скажут, что на территории завода будет учебный комплекс и общежитие. Производственное? Чиновник, высокопоставленный чиновник, значит, врет постоянно с экранов телевизора, врет президенту, врет везде. И более того, мы читаем те ответы, которые они пишут. То есть это вообще, ну, я не знаю, как это сказать, чтобы меня не привлекли открытым текстом. Материться нельзя. Более того, вот скажите, я ему не доверяю. Я не доверяю правительстве Севастополя ни одному человеку из руководства. Я знаю там людей, которые работают, ну, скажем, чиновники, но они на низшем уровне, и они у меня заслуживают больше уважения как специалисты и как люди, чем вот это руководство. Более того, ни один из них, из руководителей его замов, я не знаю, кто из них там пользуется уважением и доверием. Вот задам вам провокационный вопрос. Вы знаете, сколько у Разужаева заместителей? Семь. Ну, это вы начинаете ерничать, понятно. Ну, вот вы знаете сколько. Назовите фамилии их. Кулагин, сейчас скажу, Кулагин Парыкин. Барыкин? Нет, сейчас скажу, который отписки нам все время пишет. Парыкин. Парыкин, да. Серый кардинал. Да, два, третий, сейчас скажу. Ваш любимый друг и сосед. Горлов. Исполняющий обязательства. Да, по мусору и чем там еще. Ну, и кто еще? По мусору из города. Ну, кто еще? Три, сейчас скажу еще. Потом этот паренек, который приехал недавно. Который говорит, что сейчас все будет хорошо. Город будет развиваться интенсивно. Даже не знаю. Такой слащавый. Не знаю. Маленький такой, лысенький, слащавый. Тем более сейчас приехал, не знаю. Ну, недавно, год, может два приехал. Два года надо приехал. Не знаю такого. Ну, я знаю, что у него семь замов, а конкретно лично с ним… Да, так он приехал четыре года, а не два года. А, четыре года. Про кого я говорю, да? Да, да, я понял. Ну, давайте тогда серьезно поговорим. А сколько заместителей у Собянина? Ну, говорят, что на одного меньше. Семь. Семь, да. Население в Севастополе сколько? Ну, фактическое или… Ну, по согласно переписи. Согласно переписи, там они показывают, по-моему, 680 тысяч. 580. А в Москве, согласно переписи… Периси, по-моему, 22 миллиона. Ну, 13 где-то. 13 где-то. Я бы рисовать. 13 плюс, по-моему… Мне кажется, что в Москве больше. 13-15 миллионов. Да, хорошо. Сколько у нас вообще населения в Севастополе? В Севастополе? Фактически, я думаю, что полтора миллиона точно есть. Ну, хорошо. Пусть миллион-миллион 200. Да, да, да. А в Москве? Ну, я думаю, там, наверное, под 40 миллионов. Там такое количество, что… Ну, я не могу уточнять, но думаю, наверное, миллион. Там одних китайцев там. 20-30, да? Одних китайцев там куча. Ну, это теперь посмотрите. Давайте мы соотношение возьмем. Помните, мы в 2015 году говорили, что наши чиновники в Севастопольском не этих молодых лучших кадров, технократов. У нас было 500 чиновников всего, да? Да. На 400 тысяч населения. Да. А здесь на 600 тысяч населения. 4 тысячи, по-моему, да? Да, их-то много. Если брать 22 тысячи, это с учетом там гос… Ну, да, всех-всех-всех-всех структур. Но это очень много. Более того, вспомните, у нас в Севастополе, правительство Севастополя и депутаты городского совета работали на кого и на что? На кого работали? Да. Ну, чьи интересы они представляли? Ну, они представляли интересы элитархического клана? Ну, Павел Евгеньевич, во-первых, депутатам можно было спокойно дойти. У нас 75 депутатов было в городском совете. А, люди. И по 45 в каждом районе, да? Ну, да. И они представляли интересы избирателей. То есть мы могли спокойно прийти, общаться. То, что они там халтурили и все остальное, понятно, мы это не обсуждаем. Это было… И также мы могли свободно заходить в правительство, да? В администрацию. В спокойном уже идти. В администрацию общаться. Спокойно, куда угодно можно было зайти. Сегодня мы не можем общаться с депутатами законодательного собрания, потому что они ходят, ну, наверное, на 20 или 100 голов выше, чем мы. Ну, да. Вот. И то же самое правительство – это вообще недосягаемо. Мы видим только их по телевизору, да? Ну, мы начали с заводов. Я и хочу сказать, что я не верил и не верю, и нам надо восстанавливать заводы. Значит, каким образом, я не знаю, бороться с негодяями, которые воруют и грабят город. Но, во всяком случае, уже получилось то, что… Вот я вот читал отчет правительства Севастополя за 22-й год, и если мне не изменяет память, там, по-моему, была такая цифра, что бюджет города увеличился, я боюсь соврать, но это… Увеличился? …на 18 миллиардов. Что-то такое или… Ну, теперь вопрос такой. Ну, я считаю, законный вопрос. А откуда эти 18 миллиардов? Штрафы, камеры, налоги, штрафы, камеры… Ну, Пал Евгеньевич, ну, допустим, смотрите, у нас было 500 тысяч в Севастополе, да? Штрафы… У нас что, больше штрафовать стали? Да, больше штрафовать стали. И налогов больше стали. И налогов больше стали. И налогов больше стали собирать. Но это не настолько, сколько, не на 18 же ж миллиардов. Ну, я так думаю, что… Во-первых… Я думаю, что они продают всю собственность города. И вот у меня вопрос к Разважаеву, вопрос к Севастопольцам, даже больше. Разважаево мне, как бы… Все? Завтра не будет или послезавтра не будет… Не будет? Вот вопрос к Севастопольцам. Вот вы задумывались, откуда берутся деньги в бюджете. И что происходит? Почему вы не реагируете на то, что продается собственность города? Это собственность, которая принадлежит нам, нашим детям, нашим внукам. И вопрос вам, Севастопольцы. Вот продал сегодня, Разважаев, со своей командой все, что принадлежит городу. Это все то, что мы в течение 23 лет отставили, когда находились в законодательном поле Украины. Мы это все сберегли, сохранили. А сейчас они все это продают. Когда они все продадут? Что они или кого они будут продавать? Вы задумывали? Морскую воду можно еще продавать. Продумайте об этом. Что творится? И готовы ли вы сегодня отставить интересы города, свои интересы, интересы своих членов, своих семей, своих детей и внуков, и будущего поколения? Что мы оставим? Наши предки, наши отцы, деды, прадеды оставили нам с вами. Нам с вами дали бесплатное жилье. У нас с вами было бесплатное образование. Мы с вами получали специальности, работали на заводах. Что мы сегодня с вами имеем? Ветераны вооруженных сил, вспомните, что вы офицеры. Офицерам нельзя быть один день. Если вы получили и дали присягу, и если вы офицер, в честь офицера, вы пока не умрете, вы этими офицерами будете. Пенсионеры, вспомните, что за вашей спиной дети, внуки, правнуки. Понимаете, в чем дело? Заводы грабят, заводы разрушают, фабрики разрушают. Более того, давайте мы с вами поговорим еще о том, что на сегодняшний день вообще в Севастополе построено. Что построил на сегодняшний день, даже не построили, а правительство разрушало. Какие заводы? Назовите хоть один завод. Назовите хоть один завод. Не надо говорить эту фанерную. Я не знаю, она работает или нет. Я могу сказать, что за это время было создано два производства. Одно по кислороду, а второе картонные горбы. Тоже неплохо. Сколько денег уходит? Ну, никто не задумывал. Ну, что ж вы такое? Я не хочу говорить уже об общественных организациях. Я не знаю. Они как бы есть, но их нет. Патриоты. Мы сегодня проводили собрание. Никого не приглашали. Просто сказали, ребята, те, кто любит город, переживает, приходите. Да, приходите. Да, пришли ребята, даже те, которых мы и не ожидали. Они обсуждали и говорили, а где эти все патриоты? Грандоедами стали. Грандоеды, блин. Даже из-за того, что мы обращаемся в совет генералов-адмиралов к председателю. А он звонит и говорит, а ну у нас хорошие отношения, что мы дым-дым. Да вообще позор. Это печально даже. Нам нужны сегодня реабилитационные центры для инвалидов-детей. Нужен построить дворец для детей-инвалидов. Чтобы они тогда приезжали и получали все, чтобы там все было необходимо. Они у нас обделены. Вот даже подарки в основном дарят детям, даже одноклассникам, первоклассникам. Да не вопрос, это надо делать. А почему мы ущемляем инвалидов-детей? Почему нету этого? Понимаете, вопросов очень много. И вот это вот, у нас все хорошо. Особенно меня возмутило то, что он был у Матвиенко, да? У Валентины Матвиенко, у председателя Совета Федерации. Сидит и она говорит, что да у нас разружают только у парня. Нет никакого уважения к нему. Пусть он похвастается реальными результатами. Пусть он выйдет к людям. Пусть он проведет тот же гражданский форум, то чтобы обращаться. Говорят, кстати, сегодня на собрании было принято решение официально обратиться к нему. Чтобы он провел гражданский форум, гражданское собрание провел, да? Жители города, они же все боятся. Мы обращались к четырем руководителям муниципалитета, чтобы они провели собрание, районы, да? Что они все? Все. Опа, ну это же единая Россия, да? Конечно. Понимаете, да? Поэтому вот это вот то, что завод, я не верю, завод уже деребанят. Там уже как было с банковской академией, как там зашли одни ублюдки овсяниковские. О, это по праву наша брачная ночь первая. Уже деребанить стали, там, телевизоры, компьютеры и все остальное. Растощили? Поэтому... И единая Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Чем поднять струк? А я запольно напишу? И все, вот это... Ну да, больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Ну и все дело, здесь Роснажаев никто ж не спорит.